Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас в следующей части по BMW E34 за 65 тысяч рублей, ну уже за 115 тысяч рублей и по классике, которую мы с вами в этом видосе наконец-то должны разыграть, вернее должны анонсировать розыгрыш, условия розыгрыша и рассказать вам, что нужно делать для того, чтобы поучаствовать. Короче, пацаны, как я и предполагал, если вы прошлую серию не смотрели, напомню, что я заказал радиатор печки, радиатор печки это вещь такая, что ее здесь вот по району нигде не достанешь и в наличии она мало где есть и ехала она ко мне 5 дней, то есть 5 дней машина разобранная с разобранным салоном стояла в гараже, сейчас радиатор печки приехал, все, мне отзвонились, говорят, забирай. Сейчас поедем за радиатором печки, я сейчас в Ксюше сижу, я сейчас пенетрировался в Ксюшу и я купил, короче, посмотрел видосы на ютюбе, как люди делают дешевую чистку салона, очень дешевую такую химчистку, ну в кавычках, для этого нужна лимонная кислота, потом салфетки для протирки и щетка для того, чтобы поднимать, ну не ворс, а как это сказать-то, короче. Короче, вот эта щетка для того, чтобы поднять всю грязь, вот эту вот, а потом ее салфеткой снять, черноту. Ну вы помните, если вы смотрели предыдущий выпуск, что там с сидениями, они, конечно, хоть и относительно чистые, но их помыть не помешало бы. Мне нужна теперь только сода, еще к этому всему не хватает соды и распылителя, чтобы можно было распылять. У меня, конечно, есть пеногенератор, у меня даже есть вот этот ручной, можно им, но нужна сода и нужна водичка. Так что, надеюсь, я ничего не забуду купить и мы заодно поменяем печку и сделаем чистый салон, чтобы следующий владелец на этой 3-4 гонял по кайфу, как говорится. Так что все, ребят, погнали в магаз и будем забирать наше хозяйство. Так, ребятки, ну что, добрался я до гаража. Так, сейчас покажу вам, чем будем сегодня заниматься. Семерку, как вы уже поняли, я сегодня вечером, ну к вечеру забирать не буду, смысла нет. Так, вот он радиатор, я вас обманул, 3,650 он стоил, радиатор и 3 резиночки. Вот тут у нас идут уплотнительные колечки, ональные колечки, вот они. На место их вернем. Все, они у нас будут на штуцера одеваться, штуцера будут прижиматься. Тут у нас идут закладные, по бмвшному закладные выглядят вот так, но одну я потерял. Вот такие закладные должны идти. Нам же производитель положил сюда просто гайки, вот такие, которые будут сюда как-то засовываться. Ну, блин, сейчас не буду это делать. Вот сюда они будут засовываться и будут выполнять роль закладных. Все, резиночки от Волги подошли, 3 резинки от Волги и закладные из гаек. Вот такой радиатор 3,650, с виду он один в один, как и заводской. Надеюсь, что работать он тоже будет не хуже. Но он тоньше, ох, как он тоньше, ой, как он тоньше. Он раза в половину, он тоньше. Да, ребята, главное, чтобы все оделось еще. Он в половину тоньше. Надо будет проклеить вот эти вот тряпичные штуки, где они. Тут ее клали тоже вместе с всем набором. Тряпичная такая штучка, чтобы разделять потоки воздуха. Я ее потерял. А, вот она. Это я сейчас порежу и поклею. Это я показывать не вижу смысла никакого на видос. Ну, сами понимаете. На старом радиаторе смотрите, как все было приклеено, но вы клеите. Все, сложного ничего нет. И по химчистке, ну, в кавычках. Что я там увидел? Я на Дзене. Надеюсь, Яндекс.Дзен не обманул. Ведь это социальная сеть для людей с лишней хромосомой. То есть, это полноценный портал для того, чтобы познавать что-то новое для себя. Вот. И я уважаю всех, кто пользуется. Ну, всех дегенераторов, пользующихся Яндекс.Дзеном. И себя причисляю к таким же. Короче, я там увидел видос. Не знаю, насколько это рабочий метод. Как перекупы за 200 рублей. Отмывают удроченный салон. Прям там реально. Грязь, как будто и ногами ходили по сиденьям. Берется вода и пищевая сода. Насыпается 1 десятая соды. Размешивается. Берется любой пульверизатор. Я взял вот такое за 30 рублей моющее средство. Само средство я вылью и залью туда воду с содой. Мне нужен был сам распылитель вот этот. То есть, что мы делаем? Мы мешаем воду с содой. И обрабатываем все сиденье. Даем 5-7 минут, чтобы реакция химическая произошла. Потом берем вторую бутылку. И в ней мешаем 2-3 десятых лимонной кислоты с водой. И обрабатываем это все, всю соду не стирая. Обрабатываем лимонной кислотой с водой. И смотрим на результат. Должно все вспениться, вспучиться. И тогда нам на помощь приходит вот такая щетка. Мы все вычищаем, пену, всю хрень вот эту. И еще раз проходимся лимонной кислотой. Уже с тряпкой и стираем всю грязь. Вот такой незамысловатый, простой способ очистки салона. Я потратил на все около 200 рублей, даже меньше. Посмотрим. Если это рабочий метод, это реально кайф. Это круто. Все, пацаны, сейчас заварю чайку. Буду работать. Первым делом собираем радиатор. Ставим радиатор и собираем салон. Собираем хотя бы торпеду, чтобы она была у нас. Вернусь, когда будут какие-то продвижения и результаты. Ух, пацаны, работа кипит. Часа полтора я занимаюсь этим всем. Собрал весь салон, накинул АКБ. АКБ-то у меня в Ксюше стоял. С нее, с 34-ки своей. Вот у нас заднее седло. Но вот так под светом фонаря видны пятна. То есть, где-то вода, кофе там, я не знаю, разливали. Но в целом сиденье нерванное. Вот это одно место только порвано. Вот тут вот. По сравнению с тем, что было, с вон тем сиденьем. Вон, ну вы видите. Даже подходить к нему нет смысла. Это хана. Сейчас еще раз придется пропылесосить салон. Потому что, ну, как вы понимаете, пока я собирал панель, пока я собирал сиденье, все засралось. Дичайшим образом. И вот они, друзья. Я не знаю, тут, наверное, видно. Нет смысла фонарем светить. Я еще не домыл все. Панель не домыл там все. Вот, у нас собрана панель. А, блин, а ключи-то где? А, вот ключи. Нет, свет включен зачем-то. Так, я лазил тут, включил. Сейчас стеклоподъемники проверим. Тихо, тихо. Так. Ой, блин, я их перепутал, пацаны. Я перепутал подъемники блок. Ладно, сейчас подцеплю, поменяю. Так, надо открыть краны печные. Радиатор стоит. Пока отключу вентилятор. Собрал весь пластик. Сейчас кнопки, блин, перекину. Думаю, что-то они не встают неровно. Ладно, обосрался чуть-чуть, ничего страшного. Все, все регулировки работают. Спинка откидывается. Велюрчик кайфовый вообще. Блин, какой же он хороший. Ну, по сравнению с тем, что было, опять же, пацаны. Велюрчик есть, все есть. Пластиковые накладки все живые. Даже наклеечки остались, видите. Все. Все, сейчас я еще раз пролисошу салончик. И буду, будем заливать антифриз в систему. Потому что, ну, вот, радиатор старый. Антифриз весь вытек. Кстати, полы так и не высохли. Она тут пять дней простояла. Я думаю, может, как-нибудь испариться. Типа, знаете, ну. Я думаю, может, как-нибудь испариться за это время. Вся эта хрень. Нифига. Антифриз в этих, в коврах впитался. То есть вонь в машине антифриза есть, к сожалению. То, что он долго тек, я не знаю, как его выводить оттуда. У меня нет просто времени разбирать полы и снимать антифриз. Ну, еще неделю типа тратить на этом. Ладно, сам высохнет как-нибудь. Вот тут я все тоже подсобрал. Вот там у нас новый радиатор отсюда. Отсюда видно будет, да, кстати. Вон он у нас там. Ну, поверьте на слово, он там есть. Осталось вот тут притянуть сейчас. Пластиковую накладку притяну. И вот сюда поставлю бархотку закрывающую. Все, листвы у нас здесь никакой нету. Больше грязи нету. Но единственное, я говорю, все полы насквозь мокрые в антифризе. Это плохо. Антифриз, он вреден для здоровья, чтобы им дышать. Ну, блин, а что сделаешь? Фена у меня нет строительного. Да я бы тут 20 лет сушил бы феном это все. Это я не знаю. Надо все полы снимать и на неделе-две вывешивать их где-то в теплом помещении. Но такой возможности у нас, к сожалению, нет, друзья. Сейчас вот сюда вот, короче, бархоточку эту поставлю. Рулевую колонку собрал точно так, как она была на изоленте. Все крепления у нее отломаны, к сожалению. И тут вот изолента у нас. Так и было. Это не подумайте, что я такой колхозник, типа. Так и было. Все собирал как есть. Ну и седло новое водительское. Смотрите, боковины целые. Блин, вот это вот ребро жесткости, да? Поддержка жопы. Поддержка спины, поддержка бочины тоже она у нас на месте. На том сидении не было полностью ее. Она вся была слизана до нуля. И ты постоянно скатывался вот так по сидению, если в поворот куда-то заезжаешь. Подключил ремни, потерял болты от ремней. Блин, и не смог найти их. И знаете, что на выручку пришло? Вот если тоже так ремни работают. Если кто-то будет так же, как я, заморачиваться. Я нашел. Вот они, сейчас вам покажу. С классики. Я тогда классику разбирал. Хорошо их не выкинул. Вот это ремни безопасности от классики. Болты ремней безопасности от классики. Имейте в виду, если Бэху будете разбирать, три-четверку, по крайней мере, потеряете болты на ремни безопасности, вот такой болт подходит. Почему я не какой-то рандомный искал, а именно вот подобный? Потому что обычный, под таким усилием, когда ДТП случается, ремень вытягивает резко, там в полсекунды нагрузка сумасшедшая на этот болт. И болт должен быть специального сплава. Обычно, если бы я туда стальной засунул, он лопнул бы просто. И от классики подошли как родные. Единственное, две шайбочки подложил. Потому что расстояние слишком длинный он, вот этот классический. Так что имейте в виду, если кто-то будет когда-то потеряет, будет снимать сидение, от классики подходит, как будто они так и должны быть. Все, сейчас домываю салон, парни. И, да можно сразу, наверное, я печку открыл на полную. А, дебил. Вот я дебил, прикиньте, открыл печку на полную. А хомуты-то кто будет закручивать? Ой, придурок. Слов нету, ребят. Расходомер звук делает. Сейчас печные патрубки закручу. Совсем кукухой поехал. И будем пробовать заполнять систему, короче. Так, пацаны, хоботы притянул. И антифриз заливаем на холодной машине, на незаведенной. Я не знаю, конечно, как там что-то прокачается. Если опять сейчас начнется этот изврат с прокачкой на горке. Ну, короче, на горку надо будет вставать, типа. Потому что 34-ка прокачивается очень хреново. Налил почти полный бак. Да что я мелочусь? Там литра полтора в бачке. Все. Опа. Контрольная пробка всплыла. Механизм сломан уже. Это контрольная пробка. Сколько у нас... Ну, там должен поплавок такой всплывать. Показывать уровень антифриза. Так. Пробка у нас новая. Закручиваем. И сейчас будем заводить. Там, понятно, натекло. Чуть-ка ничего страшного. Главное, чтобы здесь не текло. И в салоне, чтобы не текло. Я специально пока эту велюровую хрень не надевал. Сейчас попробуем завести. Ну, то, что она заведется-то я не сомневаюсь. Надо будет... О! Вот они, яйца. Слышно, как они открываются. Все. Чуть больше этого звука нет. Да, открылись яйца. Все. На максимум температуру везде ставим. Блин! Ё-моё! Я ж снял с передачи, э! Хорошо не всадились никуда. Как так может быть? Я чуть не убил колонку. С-90. Опять тем же самым местом бампера, где я в столб въехал. Точно нейтралка? Что ж за хрень? Это я тут кулису раздрочил, похоже, когда все это делал. Завелась. Все, пацаны, я открываю ворота, чтобы не задохнуться. И пока будет прокачиваться система отопления, чайку попью. Вернусь к вам, как только посмотрим, будет течь, у нас не будут каких-то, какие-то проблемы. Но я думаю, будут, это всегда так. Потому что я кринжовый парень, но у меня всегда какие-то проблемы. Ой, какой холод, дубак на улице. Ё-моё! Дубачье просто на улице, пацаны. Сейчас я охренею. Она минут 15 сейчас, пока там термостат откроется. Пока то, пока это. Главное, чтобы термостат сейчас нормально открылся. Я, может, пока пропылесошу быстренько ее. Надеюсь, течи не будет нигде. Иначе, прикиньте, опять всю панель снимать, опять все это разбирать. Если хоть малейшая там где-нибудь капля будет. Это очень плохо. Это придется опять всю машину разобрать. А это еще день целой жизни, как минимум, надо потратить. Мне не хотелось бы, честно вам говорю. Так, не врезался я, ничего нет. Ладно, ребят, все, пусть молотят наши 6 цилиндров пожилых немецких. Сейчас, минут через 20, я к вам вернусь. Будем проверять наличие утечек и будет ли печка греть. Самое главное, будет ли она работать. Что, мужики, что, ребята и девчата, чай попил. Прошло минут 20, постоял на улице. И печь работает, пацаны, печь работает. Все, окна не потеют. Запах антифриза пропал. Печь работает, 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 работает. Все. Отопление починено, братцы. Ура, скажем, ура. Отопление снова дали. Да, все, сейчас я ее заглушу. Задолбался на холоде уже стоять, честно вам говорю. Ну, блин, надо что-то это. Уже проверил. Все, работает, блин. Все, все, холодно, холодно. Так. Машина не перегревается, самое главное. Печь есть. Свет фигет. Так. Все. Печка у нас есть, пацаны. Регулировки у нас все работают. И теперь... Теперь момент истины. Поставлю на передачу пока. Смотрим сначала хоботы, шланги. Ничего ли там не течет. Абсолютно сухенько. Абсолютно сухенько. То, что там по низу, это я... Ну, это старый. Запотев... Запотев шести. Это все... Ай, горячий. Горячий. Теплый. Это обратка, походу. Так. Два на вход, один на выход у нее идет. Не знаю, почему так. А, у нее... У нее же радиатор двухсоставной. Два на вход, один на выход. А смысл-то... Ладно, не буду немецкие технологии даже пытаться понять. Так. Опа. Выдавил олишку. Сейчас открывать. Естественно, не надо. А, стоп. Нет, холодный антифриз. Это я налил здесь. Че я несу? Все. Уровень ушел. Э. Ай, сатана. Перкала. Сейчас она остынет. Градусов до 60. Скрою крышку. Ушел весь антифриз, который я залил. Все. Он весь ушел. Он пустой, расширительный. Надо, короче, доливать антифриз. Как я и говорил, литра полтора, два схавал радиатор. Но это не страшно. Сейчас давление пропадет. Самая главная система. Систему второй раз прокачивать не надо. Она прокачалась, и печка сразу заработала. Если бы ее пришлось прокачивать... Боже, это даже... Я даже думать об этом не хочу. Я тогда три дня ее прокачивал. Три дня, мать его, прокачивала систему охлаждения на Е34. Так, все. Это радиатор моему коллеге. Тоже помоями занимается. Но по-своему. Если я помоями в виде автомобилей занимаюсь, он переработкой вторсырья занимается. Так. Все. Включаю батареи. Закрываю нахрен гараж. Холод собачий вообще. Ну, это успех, ребят. Пол дела сделано. Я решил все-таки... В выхлопную систему сам не лезть. Договорился с заматом. Мне... Спасибо за ваши отзывы. Вы в предыдущих роликах мне пояснили, что шпильки медные в голове на М50B20 стоят. И... Либо латунные. Либо медные, либо латунные. То есть прикипеть они не могут. Там все элементарно снимется. И я вам поверил, потому что очень много людей. Мне потом еще в инсту написали. Типа, не парься, снимай спокойно коллектор. Это тяни жига. Здесь латунные, либо медные. Все. Они снимутся и все. Самое максимальное, что может здесь случиться плохого, это когда шпилька выкрутится из башки. Но в этом нет ничего страшного. И также мне написали, что шпильки взаимозаменяемые с жиговски от классики. Что вообще происходит? Болты колесные от классики. Болты ремней от классики. Шпильки выпуска от классики. Мы что-то вот не знаем. Скорее всего немцы, они как-то все-таки украли технологии у Советского Союза. Хотя у Фиата тогда уж. Ладно, это слишком долгая мутная история. Лучше не пытаться в нее вдаваться. Иначе сейчас приедут дяди в костюмах и заберут меня. Все. Сейчас она все остынет. И чтобы не забыть долить, я прямо на радиатор поставлю. Все. Сейчас дольем. И прокачивать ничего не надо. Так, дальше. Это половина работы только на сегодня. Я сейчас типа такой вам все рассказываю с гордостью. Я сам понимаю, что мне еще тут часа три, минимум четыре тусовать. Сейчас я пропылесошу. Сейчас я поставлю сразу ковры сюда. Отмою торпеду, панель. У меня салфетки влажные есть. И что? И будем пробовать химию. Пробовать метод с Яндекс.Дзена. С химчисткой салона за 200 рублей. Будет очень интересно. И попробовать я его хочу еще показательно на вот таких местах. Сейчас я назад пересяду. Тут есть такие места, где будет видно, работает этот метод или нет. Вот смотрите, даже цвет отличается. Очень грязные подголовники. Очень грязные подголовники. Я их, разумеется, сначала пылесосом тоже пропылесошу. А потом попробуем подголовники отхимчистить. Ну, будет интересно, я надеюсь. Но сзади уже здесь стало по-человечески. Вот. И даже сиденья в тон попали. То есть салоны абсолютно одинаковые были у этих двух машин. Что у Мэдисоновской Ксюши, что у вот этой три-четверки. Ну, год один, в принципе. Так что да, ничего удивительного. Ладно, ребят, все, еще раз пылесошу салон. Еще раз все вымываю. И встретимся, когда будем пробовать химию за 200 рублей. Да, давайте, не переключайтесь. А, стоп, какую химию. Блин, забыл вам самое важное это показать, а то не поверите. Подумайте, что я специально схалтурил. Подтеков никаких нет. Вот они у нас идут. Вот они, эти трубки. Там у нас прокладочки резиновой колечки. Я пальцем везде все проверил. Никаких потеков, никаких запотеваний за 30 минут, ну, за 25 нету. Все, колечки от Газели держат герметично. Слава тебе, яйца. Вообще, очень-очень хорошо. Сейчас вот это все на место прихреначу, боковинку, и буду пылесосить. Это я просто сказал, а то сейчас подумаете, скажете. Ай, не показал, у тебя тут целая лужа антифриза. Все ровно, пацаны. Все ровно, не надо. Все нормально. Так что не ссыте сами менять печку на три-четверках. Да, конечно, геморр есть, но не сложнее, чем в четырке. Или не сложнее, чем в какой-нибудь старенькой иномарке типа Аудюхе. Ладно, ребят, все, я пылесошу. Так, все, вот, распыление работает. Это сода. Первое, чем обрабатываем содой, вот так вот. А это лимонная кислота, разбавленная в воде. И та, и та химия с водой мешается. Давайте попробуем, посмотрим, будет ли какая-то химическая реакция. Начнем с подголовника. Он засрат просто настолько, что слов нету. Так, и пройдем по сиденью. Начну я с сидухи, ну, экскременты свои, так сказать, химические. Так, надо все обильно, как в видосе было, полить, чтобы грязь поднялась от соды, от этой воды. Сейчас, типа, у нас грязь должна будет через 5 минут вся подняться. Я не знаю, правда, как это работает. Либо впитаться пока сода должна. Короче, походу, нет, 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 я вам неправильно говорю. Смотрите, сначала сода впитывается, потом поднимаем соду с грязью, мы уже лимонной кислотой. Вот, я вспомнил, извините, хрень несу. Короче, вот так обильно-обильно поливаем. Обильно. Особенно обильно самые грязные места. Это, в моем случае, подголовник. И его надо еще и сзади пройтись, потому что... Просто посмотрите на эту грязь. Я думаю, и так даже видно без подсветки. Он весь черный. Так. Очень неудобный распылитель. Ну, что я за 30 рублей хотел? Просто пена-генератор, я так подумал, слишком жесткую пену даст. И слишком много сделает, сколько мне не надо. Так. И вот это очень-очень сильно удрочено. Все грязные. Вот это еще все после пылесоса, друзья. Если бы я не пылесосил, я даже не представляю. Но я бы эти дни даже ставить не стал без пылесоса. Страсть господня. Даже бомжи в такой машине, они стали бы тусоваться. Ну, надеюсь, этот метод будет действенный. Очень надеюсь. Вы вот сейчас смотрите видос, вы тоже хотя бы можете отмотать. И посмотреть. В итоге я обосрусь, я не обосрусь. А я даже посмотреть не могу. Получится или нет. Так, ну все. Сейчас я еще слегка. Чуть-то он впитывает прям жестко. Вседуха впитывает. Еще чуть-чуть слоем пройдусь. Вот так. И ждем, ребята. Ждем 5-7 минут, когда все это впитается. И уже будем с вами наносить лимонную кислоту. Так, по консистенции. Здесь 2,5 ложки соды с водой. Здесь у нас 6 ложек кислоты лимонной. Самый дешевый. Вот такой за 9 рублей, по-моему. Все, ребята. Ждем 7 минут. Будем пшикать кислотой. Посмотрим, будет ли какая-то химическая реакция. Все, обрабатываем. Пока я прям какой-то именно жесткой химической реакции не вижу, чтобы что-то шипело. Ну, просто-напросто. Как будто кристаллики появляются. Может, кристаллизуется что-то. Такое ощущение есть. Так, вот это боковина. Прям видно, грязь аж вышла. Ну, слушайте, сода вроде подняла грязь. Хрен его знает. Видно, как места, где грязь, они прям другим цветом стали. Как будто там есть аж метки какие-то. Так. Ну, ничего. Все сиденье вот так вот, вот так вот. Прохреначиваем. Но что-то я чувствую, это какой-то развод. Может, слабо засратое сиденье. Эта технология и помогла бы как-то очистить. Но 30-летние сидухи, я думаю, она не возьмет. Ну, что? Рискнем, пацаны? Теперь нам надо провести по-хорошему тряпкой. Вот в этих местах, где сильной засратости нет, можно тряпкой. Вот тряпка чистая. Проводим и... И да и ни хрена она едва-едва пачкается. Не, пацаны, бред какой-то. Вот тут вот, может, где очень много грязи. Ну, тут есть, да, грязь. Вот в этом месте снялась. Не, это все бесконт. Надо, короче, щеткой сначала поднять, я думаю. Надо сначала щеткой грязь поднять, а потом уже пробовать. Так, давайте. И пробуем тряпочку снять. Вот, другое дело. Да, щетка работает, пацаны. Да, есть грязь на тряпке. Черная прям, чернота пошла. Да, щетки. Хорошо, щетку эту за полтинник купил. Без щетки я бы ни хрена не сделал. Но, знаете, это все равно детский сад. Какую-то серьезную грязь она не удалит. Либо, я не знаю, надо 20 проходов, наверное, сделать придется, чтобы серьезную грязь удалить таким способом. Сейчас я, конечно, освежу их. Учитывая, что это сидухи с машины с трупным запахом, они хотя бы лимонкой будут пахнуть, лимонной кислотой, а не трупом. Это уже, типа, огромное достижение, что они будут пахнуть приятным таким, знаете. Ну, как освежитель воздуха, лимонный, там, апельсиновый. Так, ребятки, на сегодня с Е34 я закончил. В гараже более-менее порядок навел. И, я думаю, вам не это интересно. Вам интересно, сработал ли метод с химией? И, знаете, тут как-то двояко получилось. Бабка надвое сказала, вроде и сработал. Он работает, он поднимает грязь. Надо отдать должное. Этот способ рабочий. Но мой убитый, настолько засратый салон, он плохо берет. Я в два присеста прошелся по передним сиденьям. И, конечно же, это все будет видно наглядно днем, пацаны. То есть, естественно, не сейчас здесь в гараже. Но грязь снялась. Особенно это заметно вот в этих вот местах, вот в этих боковинах, где больше всего садились и где больше всего люди заламывали и грязнили их, не знаю, чем грязные одежды свои свиньи какие-то, да, ездили. И работает, в принципе. И подголовники отмылись. И, в принципе, сиденья стали пахнуть свежестью, потому что это все-таки лимонная кислота с содой по сравнению с тем, чем они пахли, эти сиденья. Сейчас все отлично, сейчас все all right. Почему я понял, что это работает? Потому что вот на пластике это было видно невооруженным глазом. Когда я сначала содой проходился, сюда попадала сода с водой. Потом я лимонной кислотой проходился. И здесь пена поднималась, здесь прям шипение было. На пластмассе, я имею в виду. И с пластмассы грязь въевшаяся отстала. Я вымывал салфетками с обезжиркой, короче. И вроде черные салфетки были. Я потом промыл до состояния, когда салфетка чистая. А потом я поднял все вот лимонной кислотой с содой. И у меня опять все салфетки черные. То есть, ну вы поняли, это такая дополнительная грязь, которая была въевшаяся. Вот тут сода с кислотой сняла все. Все отлично. Я, правда, три присеста делал, вот чтобы это все чистое было. Но нормально, не срач, ничего, все окей. Так что среди белого дня вам, разумеется, это все покажу. Но способ работает. Если вот вам не хрен заняться, и у вас есть 200 рублей, в принципе, можете попробовать, если у вас не настолько въевшаяся грязь. И сиденья стали смотреться куда более интересно, куда более живее и приятнее. Так что все-таки ценник там за авто, я думаю, будет оправдан, если продавать ее за 120. Ну, плюс-минус, вот так. Пока постелил ковры, мыть их не стал. Смысла нет никакого, потому что я так сполоснул. Потому что все равно сейчас на ней придется ездить. Как ни крути, на ней придется ездить вот эти дни. Переставлять ее, и все засрут. Там камов один раз сядет, и весь коврик, который я там намывал, он весь будет засратый. Так. Сложил салон. Салон я выставил на Авито. Но нет, не думайте, я не барыга Авито, я не собираюсь на этом бабки какие-то сделать. Я его бесплатно выставил, потому что я знаю, сколько стоит вот эта торпеда. Две-три тысячи минимум, голая торпеда. Я знаю, сколько стоят дверные карты, даже в таком вот ушатанном виде, все грязные, сраные, убитые. Они даже в таком виде стоят по 300, по 500 рублей штука. Вот эти задние сиденья тоже сколько бабок стоят, хотя... Ну, их берут под перешив, короче. Многим людям, знаете, тут даже как сказать, нужны не сами вот эти тканевые сидухи, а под перешив взять вот сам скелет этого сиденья. И скелет дверных карт тоже людям нужен. Их тоже берут под кожу, под кожзам и перешивают. Также эти карты люди разбирают под аудиозвук, под аудиоподготовку. Объясню, зачем. Допустим, у вас стоят хорошие дверные карты с деревянными вставками в вашей Е34-ке. Вы не хотите их уродовать, но хотите автозвук. И вы берете две карты, рандомные вот такие, с Авито, чуть их перетягиваете, и туда уже ставите подиумы. То есть у вас и родные карты ваши остались, в гараже лежат, их можно в любой момент накинуть стоковые. И вы ничего не портите. Так что бесплатно я выставил. Думаю, буквально там сейчас пройдет день-два, и сюда BMW-шники прилетят, заберут все абсолютно. Как эти, как стервятники, все разберут. Вот это у меня все получилось, весь салон. И вот тут вот все эти мелочушки, пластиковые накладки там, заклепки, пистоны, это тоже все отдам. Потому что мне это уже не нужно, а людям хрен где найдешь эти пистоны. Они по 50 рублей штучка на Existe стоят, эти пистончики сраные. Так, долил антихриста туда, в радиатор, все, до уровня, как должно быть. Капот можно прикрыть пока, а то он тут весь свет убирает. Больно, блин. Ну-ка, жопой. Жопой закрыл. Так что вот такой вот порядочек у нас. Еще у нас зазоры уехали все. Ой, блин. Да, это тебе не Альпина, блин, это тебе не Мэдисновская, Ксюша. Зазоры тут, конечно. Ладно, все. Вот так вот порядочек наведен. Инструмент убрал, пропылесосил. Слушай, грязи тут было просто немерено. Целый пакет собрал грязи, смотрите, после шести дней работы. Ну как шести дней, после недельных посещений гаража. Завтра я, наверное, или послезавтра, как со временем будет, погоню Казамату на ней. Сяду в семерку, возьму ее и семерку. Возможно, с Камолом, хрен его знает. И будем снимать семерку. Так что в этой серии не переключайтесь, будет розыгрыш крутой. И вы увидите апперскую семерку. И разыгрываться она будет именно вот в таком виде. Что было сделано? Давайте я вам вкратце. А, кстати, да. Азамат взял за всю работу два косаря, что я считаю вполне все оправданно. И многие меня спрашивают, типа, что ты сам не делаешь, зачем ты к Азамату гоняешь? Два косаря, он полтора дня там с ней копался. Зачем мне тратить свои полтора дня жизни? У меня есть дела поважнее за 2000 рублей. То есть экономия в два косаря и куча геморроя. Капот как по старинке, короче. Вот так открывается. Одной рукой не откроешь, не подпружинивает. Поменял тросик. У нас хотя бы закрывается, открывается капот. Дальше. Было поменяно масло, отрегулировано зажигание, поменяны фильтры, разумеется, чтобы машина нормально работала. Ну, произведено техническое обслуживание двигателя. Поменяны свечки, провода я трогать не стал. Вроде бы по ним не было нареканий, она не троила там. Ну как, она троила, но не из-за проводов. Свечи были некоторые засрыты. И свечи были разносортные. Свечи, зажигание, масло. Все поменяно. То есть именно по технике двигателя все all right. О, еще чистое масло, как слеза младенца. Чистейшая пока что. Я на ней проехал километров 20, может, суммарно. Двигатель обслужен. Все сделано. Никаких нареканий. Теперь он заводится. Отрегулирован подсос, отрегулирован впрыск, отрегулирован карп. Все сделано. Аккумулятор новый у нас. То есть вот здесь под капотом никаких проблем нет. Проверили жидкости тормозные. Все это, все работает. Ну, все нормально. Так что под капот можно больше не лазить. Ну, в ближайшее время. Джига постоянно ломается, конечно. Но я думаю, в ближайшие полгодика она там отбегает без каких-либо серьезных нареканий. У нее там стартер не отвалится. А, еще поменяли шоколадку генератора. Зарядка была ужасная. Но я вам рассказывал. Зарядки у машины практически не было. Поменяли еще шоколадку генератора. Это все, вот все услуги входили в 2000 рублей. Вытянули сетку. Ну, как вытянули? Поставили втулки здесь пластиковые. Вот, втулку поставили. Машина вдарена в морду. У нее ушел телевизор. Из-за этого ушла решетка, ушла фара. Если вы внимательно посмотрите, фара у нее внутри. Она углубилась. Такого быть не должно. Видно рваный телек. Ну, азамат его подправил тут чуть. Телек был порван внутрь. И вон там замято ребро жесткости. То есть, она получала в морду. Фартук переварили целиком. Взяли прям целиком фартук, сварили. А почему это не вытянули? Вот тут видно. Кронштейн ушел. Вот тут заломы, трещины. То есть, фартук зачем-то переваривали, а здесь вытянуть не могли. Ну, не знаю, такие малярные работы. Либо хозяин был настолько жадный в то время, что он решил, вот фартук мы новый поставим, а эту хрень мы трогать не будем. С этой стороной все аналогично. Все порвано. Здесь тоже подставили пробку. Импровизированный такой крепеж, да. И фара тоже уехала внутрь. Фары у нее светят в землю. Ну, блин, ну это помои, пацаны. Это тазы, типа. Нечего ожидать от тазов. Сейчас хотя бы решетка совмещена. И машина хотя бы выглядит, ну, нормально. Не кажется, что у нее морда ушла. Вот сейчас хоть получше. Но палец, то, что она битая в морду, это бампер. То, что бампер весь ушел. У нас крепления бампера тоже ушли, разъехались. И из-за этого бампер вот такой вот кривущий. Если вы внимательно посмотрите, бампер у нас волной весь, и он туда замят. То есть это последствия удара. И я опять же говорю, я не понимаю этих дегенератов, дебилов, которые фартук переварили, а морду не вытянули. Дальше, что у нас? Колеса на ней будут новые. Это еще в отдельной серии мы поставим колеса на нее. А другие диски я уже почти нашел. За ними надо к парню съездить. Я ему видюху отдам. RX 460. А у меня диски. Четыре литых диска 14. Здесь будет стоять литье 14. И резину я уже тоже нашел зимнюю. Я как бы не хотел вкладываться в эту дерьмо, но придется еще 4000 вкинуть на резину. Так что не беспокойтесь. Колеса мы поменяем. Она будет на зимней резине отдаваться. Тому, кто ее выиграет. Именно с виду она стала кайфовой. Все замки работают. Она наконец-то закрывается. Капот закрывается. Машина закрывается. Все закрывается. И это огромный плюс. Так, что еще по работам было? Поменяли амортизаторы задние. Аморты поменяли. Пружины срезали на два витка. Каждую. И жопа хоть чуть-чуть опустилась. По сравнению с предыдущей серией, я думаю, если вы смотрели, вы помните, у нас жопа была задрота как на четверке, как на двойке. То есть она была очень сильно поднята. И это выглядело уродливо. Теперь у нас жопа чуть-чуть снизилась. Надеюсь, вам нравится. Я для вас старался. Клянусь, если бы она была моей, я бы ее продал еще в том виде. Готовую под покраску. Тысяч за 25, за 30 совет. Ее бы купили и все. Монтанные там школьники ее облили бы и ездили. Я бы не стал вкладывать такие бабки, если бы не вы. Я просто хочу вам приятное сделать. Раз уж мне она бесплатно досталась, разыграть ее среди вас тоже бесплатно абсолютно. Жигули 1500. Вот такого шильда нет. У нас только шестерочные есть. Троечные шильды в магазине. От пятерки нету. И вот этих у нас в магазине нет шильдов. Вот сюда. 1500С или что там написано. 1500С карбюратор, короче. Вот сюда нет шильда. Но я, может, их найду еще до розыгрыша. Так что, скорее всего, она будет уже комплектная к тому моменту. По салону у нас трэш и ужас, пацаны. Здесь все засрато. Где она только по маляркам не ездила, по всему этому говну. Салон надо весь пылесосить. Вот это сидение надо от плесени, отхимчистить. Так же, как мы Бэху сегодня химчистили. Этим я займусь в гараже. Надо все отмыть. Здесь, посмотрите, какие слои. Вот сейчас я проведу пальцем. Вот, видите эту грязь? И здесь вся машина из вот такой грязи состоит. И такая она мне уже приехала от Гараж 54. Вот такая грязь в салоне. То есть, ну, это дичь. Такую машину разыгрывать не имеет никакого смысла. Салоном я займусь. Возможно, даже в этой серии надо ручку поменять на двери на задней. Мне подписчик еще полтора года назад дарил тазовские запчасти. И там были ручки классические от пятерок-семерок. Надо будет их поставить. Я, как чувствовал, не выкидывал. Оставил. Думал, пригодится. Я понимаю, что я вас всех достал. Давайте я закадрово вам озвучу все условия розыгрыша. Как можно в нем будет поучаствовать. Расскажу числа, когда она будет разыграна. Просто я сейчас снимаю, даже не знаю, когда выйдет этот видос. Давайте, друзья, внимательно, внимательно слушаем условия розыгрыша. Внимательно все выполняем и участвуем. Эта машина может стать твоей. Да, да, именно твоей. Вот ты сейчас смотришь это видео. Эта тачка может быть твоей. Слушай условия. Что ж, друзья, условия розыгрыша крайне простые. Переходите в Google форму из описания. Вам нужно всего лишь подписаться на два моих канала. На основной канал Мэдди Мурк и на канал Мурк Пауэр. То есть на этот канал, на котором вы сейчас смотрите данный ролик. Далее переходите в Google форму. Все по той же ссылочке в описании. И заполняете ее согласно инструкции. Имя, контакт для связи. Ссылка на ваш YouTube канал. И название города, где вы находитесь. Сразу хочу сказать, что возраст участия в розыгрыше от 17 лет. Вы уж извините, никакой дискриминации школьников. Но в прошлый раз, когда мы с вами разыгрывали машину ВАЗ-2705. Половина из тех, кто участвовал, были школьники. В связи с этим пришлось переигрывать машину 3 или 4 раза. Потому что они банально не могли ее забрать. Вот такая абсурдная ситуация. То есть люди выиграли. Они этому были, конечно же, рады. Но ни у кого из них не появилось возможности не оплатить доставку. Не приехать за этой машиной самим. Да и их родителям, естественно, вся эта затея не нравилась. И казалось абсолютным бредом. Поэтому, друзья, без обид. Но проживание только Россия. Возраст от 17 лет. И твердое намерение забрать эту машину. И, что самое важное, переоформить ее в случае вашего выигрыша. Это обязательные условия. Так что все подробности будут в описании. Ничего сложного нету. Подписочка на два канала. Заполнение гугл-формы. Розыгрыш пройдет 1 декабря на стриме в прямом эфире. Все будет максимально честно и прозрачно. Вы сами сможете за этим понаблюдать. В общем, друзья, всем желаю удачи. Машина того стоит. Особенно бесплатная. Пусть удача будет на вашей стороне. Ладно, пацаны. Я надеюсь, вы все поняли. Будете участвовать. Погнали. Дела насущные доделаем. Надо с черной бэхой разобраться. Сейчас, какие у нас планы? Вы все-таки это все как сериал смотрите. Сейчас поедем, аккумулятор купим. И выгонять бэху будем. Так, давайте заведу вам, чтобы вы послушали, как оно работает. Вот как она теперь работает. Но я думаю, вы слышите. Гораздо лучше, чем было. И на самом деле много работы было сделано. Как она оглохла, как она стреляла. Сейчас все гораздо лучше. Я думаю, многие, кто будет участвовать, в принципе, не имеют никакой машины. И даже такой тазик для них будет как счастье. Ну, на самом-то деле. Будут счастливые получить и такой подарок судьбы, если выиграют. Ну, ребята, какие планы? Сейчас я поеду. У нас же все-таки теперь две Е34. А аккумулятор у этих двух Е34 один. И очень неудобно. Придется купить еще один аккумулятор 75-ку с обратной полярностью. Либо 85. Сейчас посмотрим, что там по деньгам будет. Новый, в черную бэху. Сейчас купим в черную бэху АКБ. Вот. И выгоним ее из гаража. Не знаю, куда я ее дену. Может, сейчас Даниилу дам ее поездить на какое-то время, пока она у меня будет продаваться. Есть уже желающий мой брат. Мой добрый брат-близнец Мэдисон хотел ее купить. Для него эксклюзивная скидка в 30 тысяч рублей. Поэтому салон там, вы сами видели теперь, all right. Ничем не воняет. Все отлично. Все помыто. Все чистенько. Так что сейчас купим АКБ. Видите, одни расходы с этими тазами, блин. Сейчас купим АКБ, накинем его, чтобы он постоянно жил в черной Е34-ке. И будем ее выгонять, пока на ней покатаемся. Не знаю, в сегодняшней части мы будем здесь везде порядок, наводить в салоне или нет. Просто я с Е34-кой-то затрахался с этим салоном. Сейчас еще здесь все наводить. Это день-два, опять же. А у меня куча дел других. Я вон там, ну, сейчас болею, можно сказать. Ну, не обычный там, не гриппом, ничего. У меня внутренние органы отказали некоторые. Очень плохо, на самом деле. Жить без некоторых внутренних органов. Вот. Я по анализам хожу, по больницам платным, потому что бесплатный. Бесплатный, знаете, что мне сказали? Не умрешь, иди. Ну, то есть, ты живой. Все-все нормально, иди, короче, гуляй. Вот, сейчас по платным хожу. Вон, анализы сдаю. У меня тут целая кипа бумаг анализа всякой хрени. Мне уже все вены раздолбали, как будто я наркоман. Ну, и заодно сдал сегодня на ковид все бумаги, все тесты, короче, на антитела, на, в принципе, заболевая, ну, на болезнь. Не болею ли я в данный момент. Правда, там целые три круга ада. Надо свой паспорт, надо свою прописку, надо свое место жительства, надо свой телефон, надо телефон кого-то из родственников. Там, короче, целый геморрой, чтобы сдать на ковид, даже в платной поликлинике. Потому что они тебя на карандаш сразу сажают. То есть, если мне сейчас придет, что у меня положительный, хотя я не чувствую этого, вот я спокойно гуляю, то все, меня закроют в темницу, да. Ну, ладно, у меня дома минимум на 14-16 дней оставят. Вот, сейчас посмотрим, я вас в видосе в дальнейшем поделюсь. Просто я два раза болел просто какой-то дикой хренью. Я не знаю даже, что это за болезни были, но я так никогда не болел. Даже в детстве, когда, ну, у меня ветрянка была, когда температура там 39. У меня была 39,3, я почти покойник был. Я в платную ездил, потому что скорая мне говорила, когда умрете, тогда и вызываете. Я в платную гонял, это все было, когда мы форда купили белого, может, кто помнит, кто долго канал смотрит, давно. И в платную я сидел, у меня там померили температуру, сказали, как вы вообще сюда пришли на ногах свои. Так что 39,3 или 39,5 была вообще страшная хрень, у меня бумаги есть, когда я на обследование ходил, врачиха просто охренела. Тогда это было все в феврале, тогда о ковиде никто еще не думал, что он в Россию попадет. А оказывается, уже пол России к тому моменту переболело этой хренью. Вот такая фигня. Ладно, все, заговорился с вами. Не буду уж даваться подробности своих болезней, это такое неинтересное. Но не переживайте, это не рак и не, не знаю, там, не опухоль в мозге. Так что жить-то я буду, но сейчас в ближайшее время я соблюдаю диету, питание, ну, вообще, вот, вредных привычек ноль, то есть ничего нельзя абсолютно. Да, ребят, берегите здоровье, я в свое 24, хуже Мэдисона, наверное, в его 31. Все, пацаны, едем за АКБшкой и поедем в гараж, наконец-таки эту загоним на ремонт, опять уже салона, и покатаемся на черной 34-ке. Что, пацаны, взял АКБ, вот такой вот АКБ, Макью, Макью, 4700 рублей, охренеть, блин, с обратной полярностью. Вон, чеки все, положу в машину, что новый аккумулятор лежит, стоит. Это у нас теперь на черную отправляется, короче, чуть подешевле, по-моему, взял, я туда АКТЕХ взял, в ту, ну, в синий теперь, в Ксюше стоит АКТЕХ, а здесь Макью будет стоять. Вот, все, погнали в гараж, будем загонять, короче, жигу и будем ее чистить, чинить, дочинивать, ремонтировать, ну, и, конечно же, выгонять черную, наконец-то. А то она там застоялась, уже больше недели стоит, я знаю, ей тоже ездить хочется, а она, бедняга, стоит и стоит. Все, погнали в гаражик, будем заниматься. Так, пацаны, ну все, новый АКБ установлен, клеммы затянуты, и сейчас надо седуху накинуть, и все, в принципе. Все, тачка у нас, по сути, полностью готова, и можно дать ее пока он Данилу, я не знаю, возьмет он, нет, пусть пока поездит, и, в принципе, в продажу. Все, машина завершена. Кроме выхлопа, с выхлопом чуть позже я разберусь, сейчас, видите, еще и со здоровьем проблемы начались, ну, не время, я не знаю, когда я сейчас. Мне надо со всем этим, не хочу ругаться, короче, разобраться, и чтобы все машины уже стояли по своим местам, чтобы семерка полностью была готова, и в отстойник отправилась, ждала своего нового хозяина. Так что, вот, мелкими-мелкими шажками мы подходим к завершению всех проектов, ну, в основном, почти голубую эту, как я там, Ксюшу, короче, будем делать уже позже, когда я выздоровлю, если я выздоровлю. Ох, так, захлопывайся, опа, это вам не жига, блин, все, сиденье вроде высохли, мокроты нету, денек прошел, денек она постояла, двери открыты были, все. Так, ну, что, в принципе, она должна заводиться и выезжать отсюда. Давайте, сейчас ворота откроем, будем ее вытаскивать и закатывать сюда семерку, опять, на долгое стояние. Ух, ребята, как гараж сразу освободился, все, жига на своем месте, менять будем трапецию, дворники даже заклинили. Где-то тут валяется эта трапеция, я ее куда-то бросил, а, вот она, ну, там где-то сверху. Ладно, это уже в следующей серии, наверное, сейчас вообще желания никакого нету, но все. Пацаны, условия вы знаете, машина может стать вашей, поэтому не стесняемся и принимаем участие. Все, теперь я закрываю гараж, машина пока остается на покой, будем пылесосить, будем химчистить, но когда я разберусь чутка со своим здоровьем, сами понимаете, какие там, нахрен, тазовлоги, если сам еле живой, ну, вы поняли. Все, давайте, сейчас пойдем в BMW. Все, наконец-то, спустя неделю простое, наша EAM 780 на полном ходу, правда, капот что-то кривой, блин, что за так и за хрень, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, все, пускай так остается, я понял, лучше не трогать, лучше нахрен не трогать, боевая BMW, боевое зубило, нет, ладно, боевая BMW, все, погнали. Ну, в салоне, конечно, теперь, ой, посмотрите, как классно, боже, боже, я не думал, что буду счастлив оказаться в салоне черной 34-ки, это очень классно, пацаны, так, единственное, надо бы опустить чуть-чуть само седло, так, и оно хрен опускается, я понял, традиционная история с BMW, и дальше оно не двигается, так, да, это предел, все, что-то либо я пожарил, либо места мало стало, хрен, возна седуха, та седуха просто просижена была, и я сидел на том сидении, даже не замечая, что я на просиженном сижу прям, ну, на дичайше просиженном, сейчас вот сел на полноценное, которое без рванины, да, и которое не просижено прям жестко, да, пацаны, я еще все намыл, запашок вот этого лимончика, короче, цитруса, цитруса, запах цитруса теперь в тачке стоит, все, блин, надо, я не знаю, я бы отдал ее Камолу, я уверен, сейчас начнется хейт в комментах, типа, что ты другу не мог подарить ее, он раз просрал бабки, вот этот велосипед купил, с Настей себе купил телевизор, там все, ну, то, что для жизни надо, я его понимаю, я его не осуждаю в этом плане, он на донаты вместо этой сраной бэхи за 60 кесов купил себе то, что необходимо каждый день, но потом мы ему на стриме собрали 35 или 40 на покупку двенашки, потому что у него не было денег, там, или сколько, 30 мы собрали, я уж не помню, и, ну, блин, это уже наглость, я сейчас весь сам вот в минусах, я за каждый прием врача плачу по 3-4 косаря, за анализ уже 1012 отдал, наверное, суммарно, и мне, типа, разбрасываться вот так бабками не с руки, потому что я купил, если бы я медовскую не купил, я бы сам на этой черной ездил, но я медовскую взял по дешевке, и поэтому приходится вот эту скидывать, не знаю, сам Илья хотел ее взять, я для него тут, по сути, все это пидорил, салон наводил, он у нас, как это называется, педант, это не то, что вы подумали, не то слово, он чистюля, и в грязи, в свинарнике он ездит, типа, ему вообще не с руки, поэтому я здесь все вымыл, все начистил, все намыл, чтобы хотя бы не отвратно здесь сидеть было, запаха трупного здесь никакого нет, это уже огромный плюс, в этой машине никто не умирал, но зато она бита-перебита в морду сотню раз, и вся кривая нахрен, ох, блин, Е34 на механике, ой, в отсечку, боже, какая лайба, да, вообще, блин, давно, давно, пацаны, давно я так не угорал, давно я так не радовался, она еще и не заниженная на стоковой подвеске, в отличие от голубой, боже, как она валит, мать его, какая же лапуля, давайте сейчас, по прямой, давайте, у нее основной подхват с 3,5-4 до 6 тысяч, прям вот эти 2 тысячи идет дичайший подхват, и ее прям как будто, не знаю, как будто привязали к спортивному болиду тросом и тянут, вот до 4 тысяч у этого движка хреновый раскрут, вот, а дальше, во, охренеть, М50Б20 вообще так-то имеет место быть, разгоняется он очень хорошо, если бы не кардан, не отбалансированный, было бы вообще суперски, вот, знаете, я не знаю, либо я зажрался реально с этими бэхами, почему я не могу теперь на классике ездить, я вот как только сажусь в классику, это как будто пытка какая-то, вот, средневековая, то есть я вот на бэхе сейчас еду, пусть она с виду и говно, да, она вся в шпатле там все, а шпатля кусками отлетает, но я чувствую себя человеком мать его, просто едешь по кайфу, с кайфом, а в жиге я себя чувствую, как будто я не хочу даже никого бежать, не буду говорить, но в копейке так не было, в копейке я ехал как в иномарке, и это без шуток, копейка очень хорошо валила, и по комфорту она не уступала вот этой BMW, когда она была с семерочным салоном и с фронтом громким, ну, вот такая фигня, ладно, сейчас коллегу поеду, корешу к своему, ну, вы его помните из предыдущих видосов, он, конечно, редко снимается, у него X5 мой уже неделю с лишним, наверное, сейчас попробую его спросить, отзыв об X5, короче, как ему понравился X5, не понравился, может он купит у меня все-таки его, я никак продать его не могу, блин, столько в него бабок вкинул, столько вложил, он, по сути, в отличном состоянии, кроме некоторых мест по ЛКП, но продать X5 трудно, купить X5 легко, продать X5 трудно, ладно, пацаны, все, ровной дороги, как говорится, ни гвоздя, ни жезла, погнали, коллегу, не, пацаны, как бы Ксюша красиво не выглядела, это полный мусор по сравнению с вот этой 34-кой, вот это настоящая бэха, она валит, что просто мама не горюй, я не знаю, вот объезжаю все, что движется просто, я побеждаю в любой гонке в городе, но, наверное, из-за того, что просто остальные не знают, что они участвуют в гонке, но я в любом случае победитель, и это очень приятно, какой же у нее подхват сумасшедший, мать его, блин, прям как будто это, ой, блин, у меня багажник не закрывается, поэтому звук такой страшный сейчас был, это не ходовка, это замок багажника сломан, заклинил в открытом положении, и на закрытии не работает, я посмотрел, блин, сколько бэушный замок багажника стоит, 5000 рублей, 5000 рублей, бэушный замок, я не знаю, проще найти где-нибудь хлопушку с этим замком, гнилую какую-нибудь за пару тысяч, снять с нее нахрен замок, потому что отдельно замки очень дорогие на багажник, на 3-4-ку, почти приехали к Камолу, я просто что хотел сказать еще, сейчас покатался, температуры выровнялись наконец-то, у меня до этого всегда машина была чуть-чуть выше нормы, вот так вот, немного, то есть градусов 98, наверное, не знаю, вместо 92 положенных, сейчас все отлично, а из-за чего такая проблема была? Из-за того, что была разгерметизирована, была система охлаждения, и вытекал антифриз наружу, то есть давление неправильное было, неравномерное, из-за этого я не мог воздух прокачать 3 дня, но я вам рассказывал, как я с ней боролся, как я с ней мучился, сейчас же все, она прям колом стоит, на холостых стоишь, у тебя колом температура на серединке, так что это чертов радиатор печки был всему виной, он вытравливал давление, пенился, шипел, там я слышал звуки, и вот такая фигня, так, двинарь стоит, надеюсь, меня ждет уже, Даниил, сейчас мы обрадуем его, ну я не знаю, конечно, обрадуется он или нет, такое новость, так, двинарь есть, а шторок уже нету на двинаре, и нет самого Кэмэлла, Кэмэл, где Кэмэл? Двеначечка-то стоит, а где Кэмэл? Кэмэл, бро, where are you? Where are you, my fuck? Кэмэл! Кэмэл лавз металл, Кэмэл лавз металл! Ты что, поздоровайся с людьми, хватит? День добрый! Вечер! Вечер добрый, да! Я к тебе приехал этот, мне надо, чтобы, ну, ты поездил немного на нету, да? А, ты мне, то есть, ее... Ну, на время дает, да, но никто не дарит тебе. А ты сколько бензина-то заправил вообще? Нисколько, я ничего не заправлю. А мне на что ее заправил? Да, из этого литров 15 есть, судя по бензинаме. Да, она жрет литров 18. А почему-то мне это все по телефону не мог мне обнятно... Это сюрприз, как и кинетическая обезьяна. Да, кинетическая, не кинетическая. Просто ты, знаешь, у меня вот это начинаешь... Не, ну, в плане, я тебе дам просто поездить, меня куда ставить ее. А, ну, в связи с этим, пока, ну, спасибо. Так что неделька-полторы, там, может, ну, пока она не сольется куда-нибудь. А, с этим, я говорю, что-то тоже здесь стоять, тоже на нем надо ездить. Ну, лучше на этой, наверное, ездить. Ну, на этой... Ну, ты вот зацени, сядь на сидухи и новые. Как они, приятные или нет? Вообще пойдет по кайфу, честно говоря. Главное, да, вот самое главное, чтобы по кайфу было. Коробка здесь как в девятке. Да я знаю то, что я же на ней ездил. Смотри, выйди и вытащи ключ, я тебе объясню, как она закрывается, открывается, а то ты просрешь все и закроешь ключи в машине. Вытащил ключ. Давай, вот выйди, сейчас. Смотри, вот закрываешь такую дверь, типа... Деревка уже сработала. Вот кнопка, смотри, затертая, которая, видишь? Нажимай. Нет, затертая. Вот эта, правая. Нажимай. Смотри, она закрылась. Вот теперь нажимай. Она открылась, и у тебя есть 30 секунд, чтобы включить зажигание, иначе она опять закроется. А, то есть у тебя 30 секунд, чтобы войти в машину и включить зажигание? Да, иначе она закроется, если ты оставишь ключи в ней, и ты закроешь ключи в ней. А-а-а, вот оно что. Это я тебя предупредил, что потом не было звонка, что у тебя ключи в машине, а ты в ней машине. Да, но у тебя запасных нету. Да, ты у нее, у нее личинок нету, куда их вставлять-то? Она только с кнопкой заправляется. Ну, я понял, значит, у меня, ну, то есть мне открыть, зайти в машину, вставить ключ зажигания. Да, вот сейчас сядь, да, иначе 30 секунд, и она захлопывается все двери. О, уже захлопнул, теперь открывай. Нет, открывай теперь. Снова, да. Все, и теперь включай зажигание. Все, теперь она не закроется. Вот, бандит. Да, бандит, я. Ну-ка, заведи, попробуй, как оно будет. Крути как жигу. Ну, нормально. Свет знаешь где. Диодный. Все, отлично. Неожиданно. Но у меня некуда ставить ее пока. Надо, чтобы решились вопросы со всеми тазами. Ты каких вещей своих ценных не оставил? Я заберу сейчас. Сейчас я заберу, мне X5 привезли обратно. Страховки тут нету, так что забудь. Я знаю, что это слышно. Даже от Якуба еще нет, к сожалению. Нет, это не в этом. Оркестр. Ладно. Забудьте, пожалуйста, я прошу, это была шутка. Ладно, ладно. Все зрители, кто меня смотрит, это была просто шутка ради смеха. Надо переходить на что-нибудь другое. В машине можно ездить только с кинетической обезьяной. Я тебе говорю, Илья спрашивал Мэдисон по поводу кинетической обезьяны. Как она? Да вон она там, в этом вещица лежит. Ладно, не будем смотреть, так уж и быть. Не будем проверять наличие обезьяны. Она это как? Она вещит, смешно лежит. Да, ключи не оставляй. В личных сейфе закрывай. И не трогай никогда люк. Я знаю, тебе надо жертву, тебе вещи надо забыть. Да я заберу бумаги только из телефона, мы все отсюда. И владелец их с пятого на неделю, что ты скажешь? Ну, хорошая машина, только бензин. Почему ты не покупаешь ее? Да потому что у меня гольф мой есть. Да я хотел вообще, я говорю, я ключ-ключ махнулся бы. Не, мах. Я посмотрел, у тебя, блин. Он тебе дает совет. Не, не, я говорю, что это, ну, сниматься я не буду говорить. Я, кстати, вот когда тоже, я первые разы, когда снимался на Горьковке, тоже как-то стрёмно было, ну, типа, знаешь, какие-то камазисты, непонятно. А потом, ну, ты, я снимался нормально. Ну, как обычно. Вот, вот, покажи всем. Вот, ее надо в BMW положить. Теперь надо, иначе BMW не будет работать. Я тонусы ебал. А кто, вот знаешь, дай на секунду, дай обезьяну. Вот это типичный владелец BMW E34, вот это. Один в один. Там эта не закрылась? Нет, прикинь, вот так, знаешь, ее в этот, как она называется? Как этот называется, субстанция, в которую жуков покрывают? Нет, эпоксид. Да, в эпоксидку ее залить, чтобы она была фигурной. И вот так, смотри. Нет, какая-то фигурка вот так сделала. Вот так ее прихреначить, да, ну, насмерть вот так. Ну, что, толпчик будет? Нет, эпоксидный клей какой-то. Нет, ее надо все залить, чтобы она форму не теряла. Да, 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 да. Так что кинетическая обезьяна, это сувенир BMW. Знаешь, вот эти там всякие, тебя ждут дома, на спидометр клеят, типа, сын, там, дочь. А тут, короче, на спидак просто поставят кинетическую обезьяну. Смотри. Тебя ждет дома кинетическая обезьяна. Спорим, вот на ней ездишь, ну, у нее ходовка мягкая, она не упадет, она так и будет здесь сидеть. Классно. На спидаке. Классно. Ай. Да, X5 не купил мы, ни хрена. Ну, блин. Что мне с ним делать? Ну, что, оставь его, дай Даню. Ролик засвистел какой-то. Самое интересное было первый раз проехаться на автомате, на синий BMW. Ну и как? Ты что? Вот, смотри, вон синий BMW, смотри, какой классный. И мою ипотеку пришли забрать на этот BMW. Немного боязни, Даня. На бензин. Да и на бензин тоже кредит. Ипотека на бензин. Нет, приходишь в микрокредитование, где спрашивают, зачем вам это, 5000 рублей? Мне заправить машину надо. Я к вам послезавтра опять приду. Да, 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 у меня заправка постоянная. Ну, так же, Даня, ладно, только не разбей, пожалуйста. А то у нас кармака эта, что бы я тебе не дал, то этот, Nexia сразу просломалась, встала намертво колом. А я не знаю, что ты можешь здесь сказать. Я ему пятерку дал, он говорит, она вся разваливается, не едет. Ты заранее предупреждай, что здесь может сломаться. Машина, вся, вся, вся машина. Ты не знаешь, я тоже этого не знаю. Ну как, я ее обслужил, все сделал, печку починил. Теперь печка есть. У меня-то ничего, вот, в ней не ломается ничего. Я на ней месяц уже езжу. Печка у тебя теперь есть, печка в BMW. Ты меня слышишь, печка, сука? Печка, ты сделал печку? Да, блядь, серьезно. Да, все, на этой веселой ноте, наверное, будем на сегодня заканчивать. Разберемся с жигулями уже в следующей части. Отпылесосим, там все, салон, протраем, все вымоем. И за литьем поедем на жигу. У меня литье отдают, 14-е. Когда поедешь? Когда разберусь со всем, с делами со всеми. И поедем за литьем на жигу, короче. Поставим на нее литье. Я у тебя колеса хотел купить резину. Надо съездить, посмотреть. Даже если она мертвая, это подписчиком, так что. Но она на розыгрыш уходит с жигули, так что это. Так, в 15-е не пойдет, но я с 5-й. Не, да, не стану, то и есть. У меня жигулевские диски будут на 14-е. Именно жигулевские, но чтобы не заморачиваться. Да. Так-то можно как-нибудь там через проставки что угодно. Можно было поставить, зачем? Можно, да. Ладно, подумаешь о туманке. Где туманке? Где туманке? Как только все машины рассосутся. Этот, семерка должна свалить. И вот эта должна свалить куда-нибудь, черный. А семерка сейчас все стоит в этом сервисе? Нет, она уже забрана. Все, я все сегодня сделал. И она в гараже теперь переехала. На химчистку салона. А в ладу свое место. На химчистку салона. Вот это все дело. Ничего, пойдем в шашлык в багажнике. Да мусор вывозить на ней. Нет, шашлык в багажнике. Это толп. Слушай, она не закоптится, она черного цвета. Не будет видно. Хорошо. Давай мангал туда интегрируем. Нет, как она называется? Кремацию животных. О, вот это классно. Хороший день. У нас была поездка на 99-й. Я взорваю. Я взорваю. Я взорваю. Я взорваю на приемку. А что нет? Хорошо, она ехала классно. Ладно, короче, все, ребят. Давайте увидимся в следующих частях. Вот. Отдал вот эту. И вон x5 стоит. Придется забирать его. Я так надеялся, что я не буду забирать. Слушай, серьезно. Я так надеялся. Ну, может мне его еще оставить. Данил. Деньги, тогда аренда. Рубль в день. Касарь. Нет, рубль. Нет, рубль. Просто рубль. Просто рубль. Я что, если можно в аренду, кстати, давай серьезно. Ну, вот в каршеринге вот просто. Да, он не подойдет по спецификации. Ладно, все, пацаны, давайте увидимся в следующих сериях. Давай, Данил, попрощайся с людьми. Скажу, что спасибо за BMW. Спасибо большое с BMW и 347 пока. Да, все. Да, я, Олег, давай. До свидания. Да, все, давайте, ребята, увидимся. Всем пока.